Думская Тея продолжает свою работу в прямом эфире. Мы говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина, добрый вечер. В Одессе продолжают страдать от последствий урагана, подсчитывать убытки и даже после его ухода прямо сейчас происходят трагедии. На Цветаева 80 появилась информация, что обрушился дом, погиб молодой человек, сейчас под завалами ищут ребенка, на месте работает ГСЧС. И наш корреспондент Илья Замчинского сейчас направляется туда, так что ждем прямого включения с подробностями о том, что там происходит. Огромное количество людей потерпели финансовые какие-то потери в связи с тем, что их имущество было непоправимо или может быть каким-то образом повреждено. Речь идет не только об автомобилях, коммерческой недвижимости, жилом фонде, но также повреждение тела человека и даже смерть. Возможно ли получить какую-то компенсацию? Именно эта тема нас интересует. У нас в гостях юрист-адвокат Александр Муконин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько имеет перспективу дело об возмещении ущерба? Наверное, надо начать немножко... Позвольте начать немного с другого, да. Я выражу соболезнования семьям погибших и пострадавших. Перспектива, к сожалению, небольшая. Нормативно на сегодняшний день такие вопросы недостаточно урегулированы, скажем так. Во всяком случае, на уровне законов. Последняя попытка была урегулировать такие вопросы на уровне законодательных актов, кажется, в 2011 году. Я так понимаю, что успехом это не увенчалось. Министерство чрезвычайных ситуаций вынесло законопроект. Он назывался «Про Шкоду, завданную надзвычайными ситуациями, объектом житловой нерухомости». Но, к сожалению, Верховная Рада... Я так понимаю, что через Верховную Раду он так и не прошел. По разным причинам. Сейчас это уже сложно анализировать. Александр, давайте на конкретных примерах. Не будем говорить о том, что, к примеру, происходило сейчас. Вчера буквально случай, когда в Аркадии на частной стоянке машина провалилась под асфальт. Владелица автомобиля хочет получить порядка, по-моему, если не ошибаюсь, 150 тысяч гривен за тот ущерб, который ей нанесли. Реально ли это дело? Я, к сожалению, не знаком с этим делом. Но из общей фабулы нужно понимать, что в гражданском праве, в гражданской ответственности существуют три основные ключевые, которые следует доказать этой владелице. Это, во-первых, гражданско-правовый деликт, само правонарушение гражданско-правовое. Провалилась машина. Точнее, в результате чего провалилась машина. Ущерб – это то, что было причинено этой машине. И причинно-следственная связь между деликтом гражданскоправовым и ущербом, что именно в результате этого деликта мы получили тот ущерб, который был ей причинен. То есть, каким образом вы пытаетесь определить, в результате чьей халатной, преступной или иной деятельности произошло то, что произошло, несчастный случай в данном случае? Совершенно верно. И вот, если мы вернемся к вчерашним событиям, то каждый случай будет по-своему уникален. Здесь есть также основные подзаконные акты, которые на сегодняшний день регулируют это обстоятельство. Вчера губернатор, областная администрация вынесла распоряжение о признании надзвичайной ситуации регионального ревня. Я прошу прощения, статус надзвичайной ситуации каким-то образом снимает ответственность? Это говорит о том, что он наступил в форс-мажор? Совершенно верно. Это обстоятельство непреодолимой силы, к сожалению. Таким образом закрываются все возможности для производства судебного? Мы попробуем их найти все-таки. Я постараюсь с учетом своего небольшого 15-летнего адвокатского опыта их определить. Какие-то возможные пути защиты. Но в большинстве случаев существует постановление Кабинета министров 2004 года, номер 368. Оно называется «Об утверждении порядка классификации надзвичайных ситуаций, извините, за их ревнемы». Есть вопрос. Скажите, если объявление, например, надзвичайной ситуации было приблизительно 12 часов дня, а произошло что-то, что требует рассмотрения в суде в 11.30, каким образом разделяются ли эти… В 22.30 объявили. Следовательно, все, что произошло до 22.30, может иметь продолжение в суде. Возвращаемся к причинно-следственной связи. Возвращаемся к причинно-следственной связи и устанавливаем то обстоятельство, что это действие одной и той же стихии. Но доказывать надо. Нужно пытаться доказать, что на тот момент еще не было обстоятельств непреодолимой силы. У нас есть статья Конституции, которая гласит, что государственные органы, местные советы, местные органы власти несут ответственность за свои действия перед гражданами Украины. Я недословно ее сейчас цитирую, эту статью. Суть ее заключается в том, что если в своевременно не было предупреждено население надвигающейся стихией, о возможных последствиях, соответственно, граждане имеют право на компенсацию. Прибывать компенсацию. К этому вернемся буквально через минуту. Сейчас у нас на телефонной связи наш коллега Никита Тарола, который готов уже рассказать о том, что происходит на поселке Котовского в эти минуты и какой была обстановка вчера. Никита, приветствую тебя в эфире. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, телезрители. Я, конечно же, с удовольствием расскажу, что сегодня происходит, уже поправляется ситуация. Однако самое интересное, в скобочках я бы отметил, было вчера. Также хочу сказать, что очень плохая телефонная связь сегодня, и, возможно, разговор с вами прервется. Поэтому сколько можно, столько говорим. Вчера на поселке Котовска от Пересевского моста и до 7-й Пересевской это тот периметр, где я был, собственно, очевидцем, был достаточно неприятен. Была перекрыта дорога тополями. Тополя валились, как карточный домик от сильного ветра. Ну, как известно, у тополей очень слабая корневая система, поэтому они были не поломаны, а завалены с корнем. В районе Сахарного завода, это остановка Сахарный, по Атаману Головатого упало дерево и полностью перекрыло дорогу. И, судя по всему, параллельная дорога по Черноморскому казачеству также была перекрыта, и люди, желающие поехать вчера вечером на поселок Котовского центра города, не могли проехать и выезжали на встречную. Что в результате уже на Сахарном, я был в этот момент там, около 8 часов вечера, было три полосы в сторону Почелка Котовского и три полосы в сторону города. Лоб в лоб стояли машины и проезжали непонятно как. Ехали чуть ли не по стенке сбоку. Каким-то образом там выкручивались, но кто мог, тот и прорывался. Но уже ближе к Киресовскому мосту, именно в районе Церковной улицы, уровень воды достигал выше колена, и не все легковые машины просто-напросто могли проехать. На это отмеливались только хозяевами внедорожников. Никит, а коммунальные службы? Видел ли ты на дорогах коммунальные службы? Электропередачи, так как тополя падали на провода. И, собственно, сейчас некоторые районы, кварталы остаются без света. Школа, ЖЭКи пока не могут ничего сказать, потому что они ждут ответа со стороны МЧСников, со стороны людей, которые занимаются расчищением, в первую очередь, автомагистрали, и уже потом заниматься подключением электричества. А, Никит, на тех местах, где происходили падения деревьев, где были проблемы, видел ли ты коммунальщиков? В небольшой части. Так получилось, что я стал вчера очевидцем всего происходящего. Мне нужно было забрать человека с города. Я оделся как следует и вышел. С 7 часов вечера я двигался в сторону города и пришел туда в полодиночка. И вот я все это видел. На Сахарном было завалено дерево через метров 400, ближе к Первому Заремному было завалится дерево прямо на середине дороги. Я не могу вам сказать, это были МЧСники или нет, или люди, которые обладают, собственно, техникой, вышли и приступили к расчищению дороги. Это было вечером. Ну, это только единичный случай. Сейчас также деревья на 7-й Пересенской, на мясокомбинате завалены. И вот днем я сегодня не видел там участников, которые могли бы расчищать это, будь то представители города, либо частные лица, которые заинтересованы конкретно в этом. Никита, скажи, пожалуйста, что сейчас происходит на поселке Котовского, какая там погода и какое состояние дорог, расчищены ли они? И самое главное, насколько ты знаешь, есть ли проезд из поселка Котовского в центр города? Значит, до обеда проезд к центру города возле Пересенского моста был в каком-то смысле перекрыт. Там был еще очень высокий уровень воды. Многие люди ездили, ехали в город по каким-то своим личным вопросам только через окружную дорогу. Сейчас уже, насколько я знаю, люди проезжают с какими-то небольшими сложностями, но уже проезжают и с поселка Котовского, и в центр города, и на поселку Котовского. Также первым, чем занимается сейчас, это все-таки расчищением дорог и уборкой упавших деревьев. Точную информацию, где именно сейчас они убраны, а где не убраны, я дать не могу, так как и, соответственно, интернета, и света пока в этом районе нет. Остается только передавать информацию из уха в ухо, из глаза в глаз, как говорится, от лица к лицу местные жители передают цыганской почтной информации. Ну, вот так. Никит, буквально последний вопрос. Советник заместителя мэра Геннадия Труханова, советник Котлера Николай Покровский написал о том, что движение всех маршруток на поселок Котовского восстановлено. Так ли это? Ходит ли общественный транспорт? Да, общественный транспорт ходит, и я так понимаю, что у маршруток подняток, ну, собственно, они выше, чем легковая машина, поэтому им легче преодолевать какие-то сложности, если возникает перед тобой вода какая-то, то они проезжают спокойно. Да, маршрутки ездят. Не знаю, в полном ли режиме, но вижу, что люди и туда, и обратно могут уехать. Никит, спасибо тебе большое. Старайся все-таки не выходить из дома. Береги себя. Всего тебе доброго. Спасибо большое. Берегите себя. Всего доброго. Мы возвращаемся в студию, где юрист и адвокат Александр Муконин отвечают на вопросы, насколько перспективно защитить свои интересы по возмещению финансовых затрат по восстановлению своего имущества. Александр, у нас тут остается не так уж и много времени, поэтому я хотел бы сейчас, чтобы вы вкратце дали рекомендации людям, что им нужно делать, если они хотят дать ход своим претензиям к городскому совету или к отдельным его службам. И также вопрос от меня лично. В конце готовы ли вы взяться за такие дела? Что нужно делать людям? Смотрите, у нас есть бюджетный кодекс, который регулирует выделение всевозможных, ну в общем дает полномочия местным советам на выделение средств в подобных случаях. Есть коммунальные предприятия, в данном случае, в большинстве случаев по таким делам выступает коммунальное предприятие управления капитального строительства, УКС. Оно имеет определенные средства, либо исполком своим решением, либо мэр, либо, я надеюсь, что в этом случае будет все-таки какое-то решение совета, выделение большей суммы средств в пострадавшем. Как минимум, УКС будет обязан восстановить пострадавший жилой фонд. КП «Горзелинтрест» уже убирает, ну как я видел, остатки деревьев. Но если вернуться к вопросу, что же все-таки следует делать пострадавшим, как минимум не опускать руки, обращаться с исками в суды. Порядок действий. Человек незнаком, как составить иск. Что он должен делать? Он должен зафиксировать свой ущерб. Как это сделать? Есть ли оценщики? Может быть, вы порекомендуете кому-то обратиться? Возможно, есть адвокаты, которые занимаются этим. Люди незнакомы с этой грамотой? Дело в том, что действительно самому будет крайне сложно добиться правды в судах на сегодняшний день. Да и раньше так было. Рекомендую, естественно, обращаться к специалистам. Существует постановление Кабинета министров 175-го, еще 2002 года, 15-го, 2002 года, об утверждении методики оценки пострадавших в результате техногенных и стихийных бедствий. Она определяет размеры ущерба и правильность его оценки. Естественно, нужна фиксация. Если мы говорим конкретно о автомобиле, обрушенном дереве, тогда нужно тут же фиксировать и на видео, вызывать патрульных, поскольку это фактически дорожно-транспортное происшествие, составлять протокол. И уже с этим идти в суд. Да, естественно. Более того, нужно четко ограничивать, что не в каждом случае суд удовлетворит такое решение, поскольку в пользу потерпевшего. Но все-таки, Александр, вы советуете людям бороться и обращаться? Однозначно. Сами готовы вы, чтобы к вам обращались именно с такими делами? У нас есть похожая практика. Мы занимаемся возмещением ущерба по таким делам тоже. Спасибо. Александр, благодарю вас за то, что вы нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Люди, которые пострадали от стихии, прислушайтесь к юристу и адвокату с 15-летним стажем, боритесь за свои права. Мы переходим к выпуску международных новостей. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»